всем привет сегодня хочу вам рассказать про такую приставочку называется movix pro у нас была предыдущая такая же приставка она была без голосового набора посмотрим что это какие тут характеристики или что еще приложение для smart tv если у вас мартовый телевизор установите на него приложения дом ru movix и получите все возможности интерактивного телевидения да это очень удобно так мобильное телевидение теперь доступно на вашем смартфоне понятно это про приложение здесь android тв операционная система youtube естественно как всегда вай фай bluetooth hd my hd my сек то есть можно включать с помощью обычных пультов любого пульта к телевизору к любому телевизору так огромная виде видеотека это идет рекламочка как бы того что дом ru транслирует управление просмотром смотрите пропущенные на за неделю тв передачи понятно дополнительные приложения можно поставить но поставить можно либо а пока файлом либо через google play store а видео 4k ультра hd система рекомендаций на основе просмотренных вами фильмов и передач приставка составит список рекомендаций специально для вас да это очень удобно то есть если вы допустим боевики смотрите то боевичков он вам там и на предлагает родительский контроль никогда им не пользовался в общем-то ребенок ну включает пока по крайней мере свои три с половиной три с половиной года только то что нужно включить ну то есть ничем страшно мне интересуется давайте все таки вскроем и ой так вот такие вот такая документация гарантийный талон почему-то не заполненный ну ладно так это приложение для моих комплектация но обычная комплектация почему я рассказываю про эту приставку казалось бы дом руда ну в кого она интересует у меня произошла такая следующая ситуация домру у нас проведено в другом городе у моей тещи и для нее общем то и предназначается эта приставка мы там когда появляемся естественно ею пользуемся ну пища может быть не так часто ею пользуются и вот когда появился новый пульт у приставки с голосовым набором то у меня это очень заинтересовал я решил ее сравнить с нашей приставкой android tv mi box 4s и вы знаете вот получается так в эта приставка мне нравится гораздо бы ну не гораздо больше но больше почему потому что во первых нами боксе были какие-то проблемы с голосовым набором ну мы их решили естественно кстати об этом есть видео вот всплывающем окне будет либо в завершающем окне но тем не менее вот это вот приставочка мне прямо зашла сама приставка в том числе перечисляю почему да то есть допустим здесь есть два юсби и плюс карта памяти то есть нами боксе такого нету прям это очень хорошо здесь во первых lan порт да есть то есть мы можем напрямую провода подсоединить там же нам нужно было переходник делать не переходник вы делать переходник покупать чтобы мы могли пользоваться проводным интернетом когда во время пользования значит я измерил температуру на этом мувиксе температура была с там скажем так с тяжелыми с просмотрами тяжелых фильмов с некоторыми играми там температура доходила почти до 43 до 42 и 6 градусов то есть почти 43 градуса тем не спорю температура это в общем то такая не совсем комфортно но слава богу мы приставку не держим так как телефоны поэтому может можно не бояться идет в комплекте hdmi к сожалению я не знаю какой но учитывая то что сама приставка поддерживает 4k то скорее всего ну минимум 20 ну либо 14 не знаю какой там так на приставке вот такая вот информация есть ну и в общем то ой наоборот вот такая комплектация закрываем на пульте мне еще понравилось следующее значит вот вот эта кнопочка у нас есть для того чтобы запущенные приложения можно было видеть то есть знаете вот как мы на телефоне нажимаем запущенные приложения и они здесь тоже запускаются это очень ну не знаю удобно и неудобно но по крайней мере на пульте я это встречаю впервые голосовым поиском я запускаю приложение то есть допустим открой youtube открывается youtube открой там hd-видеобокс hd-видеобокс открывается что еще немножко неудобно не не то что неудобно непривычно стала кнопка назад обычно кнопка назад находится либо слева либо справа на пультах а тут она находится вверху ну и приходилось какое-то время привыкать то есть назад кнопочку эта кнопочка домой эта кнопочка программира при первом включении пульт программируется под ваш телевизор прям конкретно выбираете кнопочки там действует не действует знаете как бенди мы на универсальные пульты там я не знаю вот какой у меня есть broadlink там запылившийся уже потому что не работает как-то так сломался из broadlink у нас мы не дружим у нас есть сяомишные есть яндекс пульты то есть они действуют ноют когда бенди ждать здесь при первом включении тоже этот пульт привязывается к вашему телевизору эта кнопочка домой эта кнопочка выбора источника на телевизоре это естественно когда вы включаете что-то там какое-то видео play пауза следующая перемотка в два раза в четыре раза в восемь раз 16 раз быстрее переключает каналы на в приложении не на телевизоре а в приложении переключать то есть если вы допустим смотрите телевидение на это именно приставки то этим переключаем канал и здесь на нажимаем по цифрам до канала также есть кнопочки тв гид но очень удобно если вы допустим не знаете что вы хотите посмотреть вы нажимаете тв гид и можете без проблем смотреть те ту программу которая имеется у вас в приставке но это не в приставке подтягивается с интернет батарейки обычные 3а 2 штучки они идут в комплекте то есть человек который пришел принес приставку он он же это делал сам я у него спросил говорю пульт bluetooth он да нет в общем то оказалось естественно bluetooth пульт такой же как нами боксе но первое включение идет с помощью инфракрасного порта то есть инфракрасный порт тоже присутствует это подобный пульт lg magic то есть у него тоже есть первое включение это инфракрасным пультом включается а потом уже действует bluetooth передача чем это удобно под тот же самый яндекс универсальный пульт или сяомишный универсальный пульт вы можете использовать забейтить в универсальные пульт и этот пульт и можете включать там не знаю алиса включи так добро пожаловать в дом ru управлять приставкой и переходить к нужным разделам вам поможет пульт дистанционного управления с помощью красной круглой кнопки со стрелками вы можете перемещаться вниз вверх влево и вправо чтобы подтвердить выбор нажмите кнопку окей кнопка назад откроет предыдущий раздел приставки кнопка поиска поможет найти нужный фильм телепередачу или актера а кнопка меню вернет вас на главный экран экран меню это главный раздел приставки дом ru все что можно посмотреть с помощью приставки мы разбили на категории или витрины так вы гораздо быстрее найдете нужную передачу фильм или сериал на витрине телевидение вы можете выбрать канал и перейти к его просмотру кнопкой окей на витрине телеархив вы найдете записи передач за последние три дня эта услуга подключается отдельно оплачивается раз в месяц при помощи витрины пакеты каналов вы можете подключать дополнительные тематические пакеты например с каналами посвященными сериалом футболу или русскому кино подключенные пакеты отмечены галочкой на странице пакета вы увидите какие телеканалы в него входят на витрине фильмы вы найдете кино на любой вкус комедии и боевики российские и зарубежные фэнтези и документалки а также самые свежие картины которые только что прошли в кинотеатрах на витрине продолжить просмотр вы найдете фильмы и сериалы которые не досмотрели до конца и сможете начать смотреть их с того же места на котором остановились в прошлый раз на витрине подборки фильмы и сериалы сгруппированы по тематикам например новинки прямиком из кинотеатров номинанты на оскар или фильмы вселенной марвел подборки составлены настоящими киноманами регулярно обновляются и пополняются на витрине подписки вы найдете ведущие онлайн сервисы предоставляющие фильмы и сериалы на платной основе например если вы оформите подписку на медиатеку то сможете смотреть новые серии сериалов hbo сразу после премьеры на витрине жанры все видеоматериалы приставки разобраны по папкам внутри каждой вы найдете фильмы сериалы и архив телепередач одного жанра так вы гораздо быстрее найдете что-нибудь по настроению на витрине сериалы вы найдете последние эпизоды зарубежных и российских сериалов и телешоу все они доступны по подписке на витрине купленное избранное собраны все фильмы и сериалы которые вы приобрели арендовали и отметили звездочкой также купленные избранные фильмы и сериалы вы найдете в разделе верхнем меню так гораздо быстрее вот так вот что тут лайк вставим так не пропустите также давайте быстренько попробуем продемонстрировать что-нибудь с голосовым набором то есть я нажимаю на кнопочку открой youtube и он открывает приложение youtube и мы можем им пользоваться то есть вот таким образом все работает ну что еще опять нажимаем ой дом мы можем видеть уведомления мы можем видеть все установленные приложения то есть это прям то что мы ставили либо пока либо ставили из маркета ну если кто все наверно видели этот маркет он немножко это а ну и стоит android 9 пи android пи поэтому здесь вот такие приложения тут видите да если допустим кстати хочу рекомендовать очень хорошее приложение смотреть телевидение даже если вы не подписаны никаком не домру ничего вот перст его то есть его вот так вот обновлять любое приложение обновляете вот так из установленных рекомендую будильник очень хорошие хорошее приложение во первых он заставкой может быть то есть как часы а это movie вот это вот войс это их приложение кинопоиск hd мы подписаны на яндекс плюс потому что у нас алиса есть поэтому мы пользуемся кинопоиском hd нормальные фильмы там можно смотреть на всякий случай испробовал вот конвертер величин есть дочь изучает математику и три с половиной года перст в отправка сообщения я упал пульт из рук отправка сообщения это такое приложение я думал он отправляет сообщение у меня не получилось больше использую как блокнот обычный там надиктовывать можно он записывает это системная айстрим медиа обязательно ставить для того чтобы стриминг тримминг видео смотреть а и до 64 давайте запустим быстренько посмотрим что здесь мы увидим мы увидим здесь два гигабайта азу 4 гигабайта внутреннее хранилище bluetooth 4 плюс центральный процессор cortex а53 что еще интересно так отображение разрешение экрана я не знаю почему пишет 1920 на 1080 на самом деле телевизор 4к естественно он установлено в настройках 4к сеть вай фай 47 идеальный децибел но стоит рядом с роутером буквально в нескольких сантиметрах хотя можно использовать естественно провода android 9 пи обновлением май двадцатого года вполне себе хорошо что еще тут в общем то ничего нужно дать доступ камере здесь камеры нету температура вот вы можете видеть до 42 4 почти 43 не за выше у меня не нагревалась приложение эти крови приложение те которые установлены то есть либо а пока либо вот такие приложения стоят кодеки кому о чем-то говорят кодеки можете посмотреть какие есть папки системные файлы ну и а программе то есть а и до 64 172 вот такой вот у нас был это анализирует вай фай то есть мы можем мы можем также использовать android и время то есть руководить рублей на велико нажимать кнопки не на пульте она не в приложении на android чего-то не помню вот этот быть групп на друг друг не помню почему я основная эта игрушка одна из самых простых такая дочь не играет иногда иногда в поворот и попадает так калькулятор для для бездельников на телевизоре это chromecast естественно chromecast работает мы его назвали ковид 19 прикольно и сама приставка называется ковид 19 файл менеджер абсолютно четкий файл менеджер достойный вот я не вижу а google play music да это единственное музыкальное приложение которыми я пользуюсь но к сожалению я хочу пользоваться youtube music если youtube music будет отдельным приложением на android tv это будет очень круто и здорово это тоже измеритель скорости давайте быстренько измерим вай-фай почему отключилась видео я не знаю что то по пять минут стал писать вроде и память есть как-то так вот но двадцать девять мегабит это вполне достаточная скорость для 4к выгрузка обычно больше семидесяти доходит до 90 то есть это вай-фай скорость проводную мы не не используем хотя я пробовал то сегодня очень плохая выгрузка 65 прям странно но и кстати загрузка тоже 29 это тоже маловато то есть обычно 31 32 на 80 90 так еще раз м x player естественно обязательно notification for android tv то есть на телевизоре уведомления с телефона это очень удобно ну я использую то есть иногда вот мы играем в боулинг тоже кинотеатр премьер обалденный кинотеатр всего за двадцать девять рублей в месяц пафин браузер почти не пользуюсь браузер с браузером следующая ситуация я не могу скачать на android tv не от ни один файл то есть а пока кликаю в пафе пафин пишет недоступно а тв веб-браузер вообще не качает а пока шки а пока шку только через флешку ставят там вебер поставил для того чтобы может быть и использовать там вход через компьютер калькулятор понятно и лайт ликте я говорил уже да то есть мой телевизор не поддерживает то есть у нас есть два прибора которые могли бы поддерживать это светящаяся цветная полоса и цветная лампочка то есть больше никаких приборов мы не имеем и как это работает я не знаю если у вас это работает расскажите пожалуйста в комментариях будет мне очень интересно youtube kids в youtube kids ситуация следующая вот смотрите дочь не знает буквы в свои три с половину буквы знает но писать по крайней мере она точно не может приходится писать нам но она с удовольствием используют свой голосовой набор голосовой набор на пультах me box с и также в этой приставке тоже и вот я прям хочу обратиться к разработчику google не знаю чтобы нажав на на поиск здесь была кнопка голосового набора если мы нажмем голосовой набор на пульте сейчас то он будет искать не в youtube kids а будет искать в общей по приставке в целом вот хочется чтобы здесь была не знаю ниже цифр еще сделайте микрофончик будет очень круто то есть дети то не умеют писать как можно youtube kids сделать вот такой набор буквами правильно когда им уже по 6 по 7 лет до необычный youtube смотрят и кстати дочь иногда пользуются youtube взрослым и там она без проблем находит то что она хочет хоть про бабу-ягу хоть про кого то есть не знаю почему разработчик как поступил все наверно все больше приложений нету это те приложения которые оставил но они некорректно работали и про них я говорить даже не хочу вот такая вот ситуация с приставочкой ну прямо честно говоря я доволен приставкой на все сто процентов если у вас есть такая возможность обращайтесь в домру берите эту приставку и пользуйтесь она даже круче чем ми бокс с все если вам видео понравилось ставьте лайки не понравилось ставьте дизлайки подписывайтесь на канал всем пока до новых видео